Окунаться в купель в крещенские праздники для многих укоренившаяся традиция. К проруби идут целыми семьями. Люди говорят, энергии после купания хоть отбавляя положительных эмоций масса. Медики объясняют это приливом адреналина. Это очень сильное воздействие на организм человека. И под воздействием вот такого купания, вот в воде такой температуры, в кровь поступает в большом количестве гормоны, норадреналин, дофамин, гормоны мозгового слоя надпочечников. Это все те гормоны, которые адаптируют организм, позволяют им перенести вот эту процедуру. Что же касается православной составляющей праздника крещения, то для религии традиция погружаться в ледяную воду относительно новая. И к самому церковному событию не имеет отношения. Главное, говорят священнослужители, посетить службу в храме и уже там запастись святой водой. Скорее была такая народная традиция и частенько она была увязана с традициями другими, на которые тоже церковь смотрела скептически. Например, в книге начала 20 века, в одной из настольных книг священнослужителей, такое было авторитетное издание, там говорится, что купаются ныне, то есть в начале 20 века в основном те, кто все святки гадали, считают, что таким образом они омываются от тех грехов, которые они будут в этих гаданиксе. Тем не менее, организованные купели в Самаре все же будут. И сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют купаться именно в них, а не в стихийных прорубях. А после омовения рекомендуют тепло одеться и согреться горячим чаем. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.